Водовод диаметром 300 мм снабжает чистой питьевой водой несколько пятиэтажных жилых домов на улице Партизанская, детский сад номер 118, пансионат Гренада и ряд строений частного сектора. Оперативно прибывшая на место аварийная бригада Сочинского водоканала не смогла немедленно приступить к работе. Мешали жилые гаражи, выстроенные вдоль склона оврага, по которому проходит водовод. Все осложняется тем, что мы не можем загнать туда технику, потому что задняя стенка, скажем так, гаража, она находится на склоне и водопровод наш идет в грунте по части склона. Сейчас организованы работы по ручному разрытию. Вода, вытекавшая из места порыва, размыла склона врага. В результате сваи, поддерживающие заднюю стену гаража, отошли в сторону. Сама стена отдала трещину. Возникла реальная угроза обрушения незаконного строения в овраг глубиной с восьмиэтажный дом. Хозяева гаражей отказались допускать на незаконно занятую территорию аварийную бригаду. Попытались самостоятельно разрыть место аварии, но их усилия также не увенчались успехом. Чтобы восстановить водоснабжение домов на улице Партизанской, сотрудникам Сочи водоканала пришлось задействовать другой водовод диаметром 225 мм. Однако для того, чтобы целый микрорайон в поселке Лазаревское вновь имел надежное водоснабжение, необходимо либо провести работы по переносу основного водовода в доступное место, либо снести незаконно возведенные на нем жилые гаражи. Для решения проблемы необходимо, чтобы активно подключилась местная администрация. Галина Моисеева, Борис Осин, телекомпания ФКТ.